Теперь давайте посмотрим на искусственное освещение, то есть это среднестатистическое стандартное освещение, которое есть у каждого дома. Это не яркое освещение, работает только одна лампа с мощностью порядка 10 Вт на комнату. Но и в целом большинство из вас будут иметь примерно такие же условия, возможно плюс-минус немного где-то светлее. В итоге, если смотреть на фотографию невооруженным глазом, опять-таки если немного присмотреться, увидим, что шума немножко больше на Самсунге, но цветопередача более правильная опять-таки на Самсунге. Здесь белый более похож на белый, а вот в Realme, ну так скажем, немного желтит. Если же мы делаем кроп, что мы сразу же можем здесь увидеть? Во-первых, ситуация опять точно такая же. Более плавная, мягкая картинка с меньшим количеством деталей в Realme, это мы вот здесь вот можем увидеть, вот здесь на надписях. И более резкая, четкая, но более шумная картинка в Самсунг. Причем не то чтобы колоссально шумная, но немного все-таки есть. Обратите внимание, ну например, здесь еще можно прочитать, что это WDVD, Western Digital, то здесь тяжело это сказать. Некоторые, например, значки здесь еще можно рассмотреть и увидеть, то здесь, к сожалению, уже нет. Ну и точно так же с надписями. Немного получше, почетче выглядят на Самсунг. По поводу шума, ну вот можно посмотреть, например, здесь и здесь шума больше на Самсунг, но надписи опять-таки, давайте вот посмотрим здесь и здесь, более читаемые на Самсунг надписи, но немного шумнее. Здесь, например, 128 и 9 гигабайт я могу прочитать, а вот здесь 128 еще как-никак могу, а вот эта вот надпись, ну, ну никак. Ну и все то же самое, вот можно посмотреть верхний участок кадра, там где будет больше шума, вот Самсунговский шум, вот Realme шум. В целом, опять-таки, кому что больше нравится, кому что больше подходит. Но стоит отметить то, что Realme держится очень-очень неплохо, учитывая то, что стоимость смартфона от Realme в 3, где-то в 4, а может быть даже местами и в 5 раз меньше, нежели у Самсунг. Но это если говорить только об основной камере. Все остальные камеры будут значительно хуже в Realme, нежели в Самсунг. Еще один пример практически без отсутствия какого-либо освещения, то есть это уже вечер, это уже темно, это практически нет никакого освещения и может быть минимальный какой-то свет от окна, возможно, луны или уличного освещения попадает в комнату. Ну и здесь мы видим, ну, просто ужасную разницу, огромнейшую разницу без применения ночного режима. Realme делает какие-то нереальные зеленые-синие тона, которые я уже вам показывал. И если сделать кроп, посмотреть на фотографию в целом, конечно же, они колоссально друг от друга не отличаются, но цветопередача и передача некоторых цветов в Realme сейчас здесь просто ужасна. Но отражается значительно лучше картинка на Самсунге. Здесь это как минимум, и вот в некоторых участках кадра, если в Самсунге мы можем еще что-то увидеть, то, например, на Realme мы просто-напросто не понимаем, что здесь. Ну, как минимум, вот при таком вот, при отсутствии практически полного освещения, Самсунг работает получше. Но стоит еще учитывать то, что Realme делает и кадр дольше, чем тот же Самсунг. Самсунг раза в 3-4 быстрее делает фотографию без ночного режима. Ну, а вот все то же самое, только с ночным режимом. И здесь точно так же, как вы видите, цветопередача отличается. Realme уходит более в теплые, желтоватые оттенки, Самсунг более, может быть, немного больше в холодный оттенок, хотя он больше соответствует, я бы сказал, так натуральным. И это ночная съемка. Ну, и что могу сказать, что фотография чище и более детальнее получается на Самсунге. Ну, не то чтобы чище, но детальнее это уж точно. Если брать по шуму, шума, как всегда, у Самсунга немного больше. Ну, и не просто так, потому что деталей здесь, ну, значительно больше. Если, знаете, вот в целом, если не присматриваться, то какой-то колоссальной разницы здесь и нет. А вот если начинаешь присматриваться, опять-таки, могу сказать, это то, что больше кому нравится. Кому больше нравится более мягкая картинка, но больше смазанная, с меньшим количеством деталей, кому-то нравится больше с большим количеством деталей, но с меньшим количеством шума. Опять-таки, взять тот же самый вот жесткий диск. Если здесь тяжело разобрать какие-то логотипы и детали, то здесь еще частично это сделать можно. Давайте посмотрим на вот этот вот участок кадра. Кстати, Самсунг, смотрите, вот этот участок кадра точно так же проработал лучше. То есть, где есть более темные, затемненные объекты, Самсунга рисует получше. А вот Realme, иногда здесь вот эта вот часть, например, здесь непонятно где голова, а здесь мало того, что понятно где голова, еще и лицо можно рассмотреть. Ну, вот как-то так. Здесь точно так же надписи остаются все еще читаемы, точно так же, как и здесь на Самсунге. Realme при этом выдает такую вот странную картинку. Но это если вы хотите разглядывать фотографию, ну, чуть ли не под микроскопом или по пиксельно. В целом, как первый-второй вариант, вот в таком вот виде выглядит относительно неплохо. Отличие больше в цветопередаче. Ну и фронтальная камера. Разрешение здесь немного выше в Realme, но в целом, если посмотреть на картинку, опять-таки, больше по балансу белого. Ну, кожа, мне нравится кожа, например, больше в Samsung. В Realme какая-то более светлая или немного пересвеченная. Задний план чуточку больше вот именно вот здесь, в этих частях, более пересвечен на Realme. Ну, хотя в целом неплохо, как первый, так и второй вариант прорисован. Если сделать кроп, что более заметно, то на заднем плане, задний план, опять-таки, на Samsung посмотреть, то здесь немного больше шума и больше размыт задний план. И чуть-чуть другая ситуация. На Realme менее размыт задний план, но и меньше шума, ну и больше, так скажем, точнее, меньше, я бы так сказал, меньше деталей. Возможно, это эффект того, что в Realme нет автофокуса на фронтальной камере, а в Samsung есть автофокус на фронтальной камере. Ну, и также, если смотреть на лицо, что здесь можно увидеть, что немного больше деталей и резкости будет, опять-таки, на Samsung, и немного меньше резкости и деталей будет на Realme. Ну, более плавная, мягкая картинка. Наоборот, в Samsung больше шума, но больше деталей. Опять-таки, здесь все на любителя и кому что больше нравится. А еще то, что я заметил, что угол фронтальной камеры немного больше, шире в Realme, нежели в Samsung. Хотя в Samsung я выбрал самый широкий угол. Кстати, это немного также расстраивает по поводу угла фронтальной камеры. Ну, и в целом, какие можно сделать выводы по камере, сравнивая вот эти вот два смартфона. Здесь хотелось бы похвалить Realme GT Neo 5, потому что у него основная камера практически наравне может соперничать, минимально уступая Samsung. Если же говорить о широкоугольном модуле камеры, минимально уступая точно так же Samsung, незначительно, не колоссально. Все остальные камеры Samsung, конечно же, лучше. Хотя, вот, как вы видите, фронтальная камера также очень неплохо справляется со своими задачами. Ну, и стоит отметить, что, еще раз, ценник в Realme раза в 4, иногда может быть даже в 5, меньше, нежели Samsung. Соответственно, если вы подыскиваете себе смартфон с основной, нормальной основной камерой и относительно нормальными, неплохими остальными камерами, но при этом вам нужно сэкономить, потратить немного денег, возможно, вот Realme GT Neo 5 или Realme GT 3, это ваш вариант. Ну, а Samsung по всем остальным параметрам будет лучше, потому что здесь и больше различных модулей камеры, и присутствие автофокуса на некоторых других модулях камеры, ну, и в целом обрабатывает фотографию быстрее, снимок делает быстрее, в особенности это заметно при плохом освещении. Опять-таки, Samsung раза в 3, иногда даже в 4 раза быстрее делает снимок просто при плохом освещении, что уменьшает вероятность смаза. Также он делает значительно быстрее фотографию в ночном режиме, значительно быстрее ее обрабатывая и сохраняя. Так что, если вам нужна более универсальная камера и, можно сказать так, на все случаи жизни, Samsung здесь имеет преимущество. Ну, еще одно сравнение с iPhone 12 Pro Max, возможно, здесь не совсем, опять-таки, равнозначное сравнение, но для того, чтобы понять и хотя бы как-нибудь минимально ориентироваться с камерой этого смартфона, то я показываю то, что у меня есть и сравниваю с тем, что у меня есть. Правда, да, iPhone 12 Pro Max сейчас значительно дешевле, он будет стоить где-то в 2,5-3 раза дешевле, нежели в Samsung, где-то в 3 раза дешевле, чем в Samsung. А если брать бэушный вариант, может быть даже немножко больше, но и между ними около 4 лет разница. Ну и в целом смотрим на фотографию. Samsung, как всегда, справа, iPhone слева. В итоге цветопередача разная и более контрастная, насыщенная и такая вот красивее фотография, я бы сказал, на Samsung. Возможно, более реально на iPhone, но Samsung мне больше нравится тем, что здесь и цвета более насыщенные, и контрастные. Ну, просто приятнее смотреть. Если посмотреть на закат, он проработан как в первом, так и в втором варианте относительно неплохо здесь. У меня вопросов каких-либо не возникает. Небо немного отличается друг от друга. Цветопередача, например, того же самого дома отличается немного друг от друга, но незначительно. Вот сейчас, если посмотреть, не так уж и много отличий между этими фотографиями, но вот как раз деталей здесь все равно Samsung может дать больше. То есть более детальнее фотография, более четче, и в этом есть также свои плюсы и свои преимущества. Кстати, это хорошо будет заметно при максимальном увеличении и при просмотре на задний план. Во-первых, вот можно посмотреть в этих вот домах детализация выше, больше деталей, ну и можно посмотреть на вот эти вот деревья и кусты. Точно так же меньше шума вот здесь вот в темных участках кадра, ну и в целом смотрится значительно лучше. Вот так вот, если смотреть на фотографию, ну, Samsung поприятнее. Примерно такая же картина и на широкоугольном модуле камеры. Опять-таки теплее, контрастнее, насыщеннее фотографии цвета выглядят на Samsung. Хотя проработанный первый-второй вариант довольно-таки неплохо. Если сделать кроп или зум, здесь, ну, я бы сказал, разница более значительно видна, потому что и деталей больше, и резче фотография выглядит, ну и поприятней. При этом я не скажу, что здесь на Samsung больше шума. Наверное, даже на iPhone больше шума, нежели на Samsung. То есть различия между широкоугольными модулями камер у этих смартфонов больше, а Samsung выигрывает немножко больше по этому параметру. Еще хотелось бы показать вот такие вот более тяжелые условия. Например, темные листья, светлое небо и относительно темный дом. Что здесь? Если не присматриваться невооруженным глазом, мы заметим минимум отличия. Но что хотелось бы мне сказать, что Samsung делает более правильный, равномерный HDR, то есть обрабатывает как темные, так и светлые участки кадра лучше, нежели iPhone. Если посмотреть вот на листья, то Samsung опять-таки проработал их лучше, но при этом сделал контрастней и насыщенней. И вот здесь вот. При всем этом он оставил достаточно светлое небо и хорошо в целом проработана картинка. Вот здесь вот закат можно посмотреть, вот здесь точно так же хорошо видно. Но iPhone немного хуже проработал вот эти вот темные участки кадра, где находятся листья. Ну и в целом, если опять-таки брать более детально, и деталей будет больше в Samsung, меньше здесь и шума будет, ну и в принципе мне фотография на Samsung здесь нравится больше. Ради интереса еще один тест, но это уже только селфи-камера и также тяжелые условия. Сверху светлое небо, немного солнца, снизу, конечно же, я более темный. Ну и вы видите, что на iPhone я как бы в тумане, потому что некоторые засветы все-таки здесь были, присутствуют. А вот iPhone более чисто проработал, хотя как первый, так и второй смартфон неплохо проработал небо. Ну и небольшие пересветы-засветы в iPhone на моей кофте, например, присутствуют. Детализация, ну в целом, как и первый, так и второй вариант, неплохая, но Samsung мне нравится больше и детализация также. Ну в целом, снимок смотрится лучше на Samsung. Плохое освещение, и здесь как первый, так и второй кадр смотрится в принципе неплохо. Здесь вот колоссальной разницы нет, но немного, немного более ровная цветопередача, немного лучше вытягивает кадр Samsung. Но, хотя вот этот вот участок кадра iPhone также вытянул довольно-таки неплохо. Ну делаем зум, смотрим детализацию, видим, что детализация, ну колоссально отличается в лучшую сторону Samsung. Во-первых, деталей больше, шумов меньше, более четкая картинка в итоге получается. И знаете, вот это вот радует, потому что, например, я сравнивал этот же iPhone 12 Pro Max с Samsung S23 Ultra. Я не знаю, что поменялось, камера осталась та же, единственные алгоритмы, возможно, поменялись, и здесь еще процессор поменялся, то там такой разницы колоссальной не было. Основной модуль камеры плюс-минус на одном и том же уровне был. Иногда даже в iPhone было немного получше. Здесь, ну вот такие вот интересные моменты, как будто бы шаг вперед есть, и я так понимаю, наверное, из-за каких-то алгоритмов обработки. Ну, как минимум, даже при плохом освещении Samsung справляется лучше. Ну, для того, чтобы еще раз убедиться в том, что Samsung будет лучше, еще один снимок при плохом комнатном освещении. В целом, фотографии, ну, скажу так, по цветопередаче отличаются минимально, контрастность, насыщенность отличаются минимально, даже если попробовать присмотреться и что-то найти, какие-то отличия. Ну, и делаем кроп, что мы здесь видим? Минимально резче фотография на iPhone, точнее, на Samsung, и при этом, если посмотреть на шум, обратите внимание, в iPhone шума больше, нежели в Samsung. Samsung более плавная картинка. Ну, и если посмотреть на надпись, вот здесь они более размыты, здесь они более четкие, но это если уже, ну, совсем придираться, потому что плохо читаем мы как первым, так и втором варианте. Но все равно Samsung здесь имеет небольшое преимущество. Читаем, а здесь есть. Давайте тяжелые участки кадра. Все равно вот эта вот часть, как вы видите, в Samsung читается лучше. Если здесь еще можно догадаться, что здесь 128 гигабайт, а внизу вы уже не поймете, то здесь можно четко прочитать, что здесь 128 и 9 гигабайт. То есть, ну, как вы видите, в целом, суммируя, могу сказать, что Samsung лучше iPhone по всем камерам, основной камере, по широкоугольному модулю камеры и по фронтальной камере точно так же лучше. Иногда это не колоссально, не значительно. Ну, например, при дневной съемке фотографии более красивые, более контрастные, насыщенные получаются в Samsung, а при плохом освещении более детализированные, но иногда с большим количеством шума. Но зачастую в Samsung больше детализация, больше резкость и меньше шума, нежели в iPhone. В итоге, какие можно сделать выводы в целом по камере Samsung? По Samsung скажу, что в сравнении с предыдущим поколением у меня такое впечатление, как будто бы шаг вперед есть. Это не прыжок, это не огромный шаг, а небольшой все-таки шаг присутствует и это радует. С другой стороны, если посмотреть сейчас на его конкурентов, ну не то чтобы его конкурентов, а, например, на китайские бренды, которые выпускают смартфоны с дюймовым сенсором от Vivo, Oppo и Xiaomi, например, те же самые Xiaomi Ultra, то там основной модуль камеры многие говорят, что все-таки лучше и причем значительно лучше, чем в Samsung. При этом они стоят либо таких же денег, либо даже дешевле. С одной стороны, к минимуму обидно, потому что вы покупаете супер топ флагман от Samsung, а он может уступать и другим смартфонам от китайских брендов. С другой стороны, за китайский смартфон, за китайский бренд отдавать от 1000 долларов и больше, ну такое себе удовольствие тоже не совсем интересное.